да можно делать сегодня будет практика для онлайна вы как раз восстановите свои силы в это непростое время господа мы будем заниматься мощной техникой сегодня будет энергодыхание пока пишите я расскажу про себя я являюсь экспертом по техникам дыхания много проходил у меня большой опыт более 15 лет и я разработал свой метод энергодыхание называется в ю тубе достаточно популярные мои практики я больше на youtube ориентирован выкладываю много информации в общем разных техник также я обучаю профессиональных спортсменов психологов врачей тренеров боевых искусств и предпринимателей в основном это москва оффлайн очно онлайн также есть и вот с вами хочу позаниматься предоставить вам удивительную практику вы сможете сегодня получить такой хороший эффект прям реально физически потрогать что это такое я работаю еще с корпорациями ростелеком а промнефть x5 retail group то есть такие компании которые нанимаются для своих корпоративных программ тренингов именно экспертов по техникам дыхания для того чтобы повысить восприимчивость сознания к информации к большим слоям и потоком информации потому что при помощи техник дыхания можно гораздо шире взять спектр состояние понимания глубины и это такой мощный бустер мощный усилитель для восприятия также это это телесно это физика поэтому сегодня будет интересный экспириенс я также имею международное образование по преподавательской сфере по йоге психологическое образование и это все в тему поэтому пойдем дальше хочется сегодня прям вот то что вы сегодня никогда никто никто никогда не делал дыхательной практике в общем готовьтесь вы этот опыт возможно запомните на всю жизнь это вам понравится наш план занятий сегодня это водная информация дыхания как она управляет химией и сознанием потому что благодаря только одному дыханию вы можете влиять на все системы нашего организма и еще на эмоции и на подсознательные на закрытые эмоциональные слои и также на восприятие то есть один инструмент влияет на все системы на прошлое настоящее будущее поэтому во всех культурах и направлениях дыхательной практике считались самыми мощными инструментами трансформации дальше мы сделаем тест кислородной емкости организма мы потестируем наше тело это делается легко я покажу как потом у нас будет техника контроля дыхания мы подышим по метроному под определенное время и вы почувствуете где проблема то есть как ваше дыхание вас слушается потому что нужно применять практике для того чтобы уметь контролировать свое дыхание и это то есть контроль дыхание это контроль состоянии это равно дальше у нас будет потом теория инструктаж по технике самого энерго дыхания потому что именно энерго дыхание у нас основная сегодня тема и сама практика то есть сначала я расскажу как это работает потом мы подышим тут ним небольшая ошибка в презентации там будет 7 фазами 2 и будет работать с чакрами 7 энергетических центров я вам покажу взаимосвязь всех чакр с гормональной системы выпад вы прочувствуете свою гормональную систему как она работает применив одну лишь практику дыхания потом мы замерим показатели в конце и вопросы по теме поэтому друзья пристегните ремни вам нужно сидеть удобно как я на стуле и так чтобы вас никто не беспокоил потому что мы будем дышать потому что дыхание это про опыт много красивой информации везде все все знают но пока вы не попробуете пока не вы не попробуйте что такое вам будет информация абсолютно бесполезно я всегда за практику сначала практика потом изучать потом чувствую и потом изучайте информация как это работает потому что нужен опыт погружения нужен опыт того как работает дыхательная система и как это будет у вас потому что я вам сегодня дам одну практику на всех она будет одинаково звучать для всех но у вас у всех будет абсолютно разный experience абсолютно разный опыт потому что у вас разная история разное представление о мире разное восприятие разное настроение разная гормональная система разная химия в организме абсолютно и практика одна техника будет работать на всех индивидуально по-своему готовы ли вы начать уже сейчас сделаем замер но окей я вижу что пошла активность хорошо прекрасно смотрите давайте немножко подводку сделаем у нас в головном мозге есть два отдела который отвечает за дыхательную систему два отдела первый отдел это то что отвечает за автоматику вот вы сейчас дышите вы сейчас дышите в автоматическом режиме то есть вы не заставляете себя сделать вдох сделать выдох представьте если бы мы бы постоянно себя бы контролили когда нужно вдохнуть и когда выдохнуть но бы просто во сне задохнулись у нас есть именно автоматический тип дыхания и 2 отдел мозга отвечает за контролируемый тип дыхания то есть мы сейчас можем сделать вдох и задержка потом выдох и задержка это уже рулит дыхательной системой совершенно другой отдел и здесь вот что когда мы мы живем стрессе либо испытываем какие-то проблемы мы можем по своему дыханию определить в каком состоянии организм то есть как тест для этого нам нужен метроном и замер замер времени минута метроном это такая штука которая тикает я щас ее включу очень кстати важная важная тема метроном скачайте себе пожалуйста на мобильный телефон не сейчас а вообще в будущем это очень классный инструмент для работы с дыханием слышно ли вам эту штуку да я вижу что стрелка прыгает слышно смотрите у нас будет практика контроля дыхания вы видите квадратик на презентации и десяточки нарисованы мы сейчас будем дышать технику квадратичного дыхания это самая эффективная практика для того чтобы сбалансировать свое внутреннее состояние вот представьте такую тему может быть для вас это покажется какой-то нереальной фантастикой вот вы в любом абсолютно состоянии вообще в самом раздраенном самом негативном просто вообще лютейшем состоянии вас просто разрывает на куски эмоции там все что можно депрессия мысли о суициде там не дай бог или еще что то в общем самое такое вообще состояние нестабильности и такой большой минус эмоциональный вот представьте такую ситуацию что если вы сделаете вот эту практику квадратичного дыхания через десять минут вы тотально поменяете свое состояние и вы выйдете из негатива и стресса вообще просто тотально полностью даже на уровне химии тела вот вы конкретно измените свою химическую составляющую всю вашего тела и психологического состояния настроен настроения гормональной системы абсолютно вся система на всех уровнях этажах изменится вы можете в такое поверить вот сейчас мы будем это проверять это нужно проверять на своем опыте есть красивые слова есть конкретно практика но прежде чем мы приступим квадратичному дыханию мы сделаем замер вот я даже больше вам скажу ваша вера не нужна если вы не вы можете не верить но сделайте практику и у вас это изменится то есть тут по сути составляющая не вера а сам сам практический метод смотрите давайте так я сейчас засеку минуту одну минуту скажу старт и вы будете считать сколько вы дышите про себя автоматически не не вмешиваясь процесс дыхания то есть вы просто сядете спокойно и начнете считать сколько циклов дыхания вы сделаете а потом я скажу стоп и вы просто цифры напишите ну например в пределах минуты может быть 10 дыханий будет у кого-то может быть у кого-то 15 дыханий то есть нужно будет померить да можно делать если насморк а даже вам будет легче вас отпустит ваше состояние может улучшиться смотрите нужно замерить сколько вы дышите в автоматическом режиме не форсируя не замедляя специально именно в автоматическом режиме сколько дышит ваш организм за минуту я буду отсчитывать минуту а вы будете считать дыхание не вмешиваясь вот как она дышит тело так и дышит но дыр но считайте только вдохе 1 выдох 2 выдох 3 выдох до 1 цикл это вдох и выдох одновременно нужно будет посчитать сколько циклов за одну минуту готовы то есть вы не смотрите время вообще вы только считаете и от от команды старт до команды стоп вы просто посчитаете вот этот промежуток отрезок времени сколько вы сколько вы сделали циклов дыхания а потом мы уже приступим квадратичному дыханию смотрите я сейчас засекаю давайте на счет 3 вы просто считаете спокойном режиме сколько вы сделали дыхание а потом я скажу стоп и вы закончите счет раз-два-три считаем а потом мы за 6 с 8 лет это предлагаем до следующего выэкзура о том что вообще уже когда вы делаете 10 метров 5 лет припевем на суммаре 6 лет а потом вы с ним включите люди в разделе 23 метров 5 лет им как вы не знаете мы Стоп. У меня 7. А у кого сколько? 7, отлично. 21. 9, 16, 11, 9, 9, 8, 8 с половиной, 9, 9, 14, 16, 20, 16, 15, Давайте сейчас вам расскажу параметры, что значит, при каких цифрах очень хорошо, при каких норма, при каких плохо. Итак, до 7 в покое, до 7 в покое, автоматика, если дышит, это прекрасно. Прекрасно. До 7, 5, 7, 6. Прекрасно. Это значит, что в вашем организме всем тканям, всем клеткам хватает кислорода. У вас есть запас кислорода, у вас хорошее клеточное дыхание и ваше психическое состояние достаточно стабильно. От 7 до 10 норма, норма, то есть до 7 очень хорошо, от 7 до 10 норма, от 10 до 15 уже нужно что-то с этим делать, задуматься о своем здоровье, потому что организму, клеткам где-то явно не хватает, не хватает кислорода, где-то есть гипоксия тканей. Если более 15 и до 20, то у вас что-то не в порядке с психосоматикой, нужно лечить. То есть организму просто не хватает, он пытается это добрать повышенным дыханием, понимаете, да? То есть чем медленнее вы дышите в покое, и опять же, вот сейчас мы сделали замеры, это тоже не показатель, потому что если бы мы делали замеры в течение недели каждый день по 3-4 раза, то мы бы могли вывести средний показатель, потому что он прыгает вот так. Но можно и просто вот так сходу это сделать, посмотреть. Поэтому здесь много факторов. Да, человек узнал, что там, не знаю, город поставили на карантин из-за коронавируса, и все, у него сразу пульс поднялся, сразу же паника, и дыхание начало работать, не хватает кислорода. То есть психосоматика тоже может отрабатывать так, что будет гипоксия тканей. Поэтому нужно стремиться в покое дышать, чтобы тело хватало организму, чтобы вы не вмешивались в покое до 7. Это идеально просто. Если меньше, это вообще супер. Но сейчас у нас будет практика квадратичного дыхания, вам придется здесь поработать, потому что дыхание это про гипоксию. И для того, чтобы организм увеличить кислородную емкость в крови, для того, чтобы организм больше набрал кислорода, ему нужно сделать, наоборот, состояние умеренной гипоксии. То есть нужно, наоборот, организм сделать так, чтобы произошло ограничение кислорода. И это мы будем делать при помощи вот этого квадратного дыхания. Смотрите, стрелка вверх – это вдох, стрелка вправо – это задержка на вдохе, стрелка вниз – это выдох, стрелка влево у вас, у вас просто наоборот камера – это задержка на выдохе. То есть у нас получается, я включу метроном, мы будем дышать по времени. Вы можете смотреть на схему и про себя считаете. Вдох. Десять вдохнули. Держим. Десять выдыхаем. Десять держим. Сейчас сделаю небольшую паузу, чтобы всех собрать. Я сейчас просто показал принцип. Можно даже не с десяток начать, потому что для кого-то это может быть слишком жестко. Давайте начнем. Давайте начнем. Да, просто кто-то может быть не справится. Давайте начнем с пятерок. Пять, 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 пять. Давайте начнем с пятерок. Смотрите. На все про все десять минут. Начинаем с пятерок. Готовы? То есть пять щелчков вдох, пять щелчков задержка, пять щелчков выдох, пять щелчков задержка. Погнали? То есть здесь идет вдох, задержка, выдох, задержка. Вдох. Вам нельзя прерывать. То есть так, чтобы у вас вот этот квадратик не рассыпался. То есть вы непрерывно крутите квадратик. Крутите. Идете по периметру. Вдох, задержка, выдох, задержка. И все по пять секунд. Не будем по десять. Это жестко может быть. То есть с пятерок можно начать. Если вы можете больше сделать, сделайте там по семь, например. Но все вот эти ребра, они должны быть равные. Это техника контроля дыхания. То есть при помощи этой практики вы выходите на очень четкое контролирование своего дыхательного процесса. А контроль дыхания – это контроль поступления углекислого газа и кислорода в организм. То есть выработки углекислого СО2 и поступления кислорода. То есть здесь идет сохранение углекислого газа в организме, потому что здесь есть задержки на вдохе и на выдохе. А при вдохе у вас идет более повышенное, более качественное усвоение кислорода. То есть если мы берем задержки, то организм может не столько усваивать кислород, как он будет это делать, если мы будем задерживать дыхание. То здесь включается именно компенсация. То есть так работает наш организм. То есть если вы его немножко тормозите в дыхании, то он начинает запускать процессы, сохраняя углекислый газ, в нем накапливается в теле. И за счет этого происходит более повышенное и улучшенное усвоение кислорода в клетках. То есть клетки больше его получают, потому что вы его немножко придерживаете. Поэтому за счет именно гипоксии, задержки дыхания, организм включает компенсацию и за счет именно гипоксии у вас происходит повышенное, более качественное клеточное дыхание. Клетки получают все кислород и поэтому у вас улучшается физическое состояние. Ясность сознания, эмоции отпускает, снижается раздражение, то есть нос прочищает и так далее. То есть общее физическое состояние и психоэмоциональное, оно становится более качественным и гораздо лучше себя чувствуете буквально за каких-то 10 минут. Но нужно поработать вот с этой схемой. Вы готовы? Мы начинаем. Давайте начнем с пятерок. Если можете делать по 7, делайте по 7. Поехали. То есть вы про себя считаете, я не буду считать, потому что у всех разные данные будут. Поэтому я хочуites успокоить все экоцеские мышцы. Продолжение следует... 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 Все то, что вы накурили, все смолы просто вытаскивает. Сколько делать? 10 минут – это прям хороший глубокий эффект. Если вы занимаетесь медитациями, работе с энергиями, то дыхательные практики, если вы их делаете перед вашими занятиями, то они КПД у вас увеличивают раз в пять ваших всех занятий. Эту практику можно делать утром, в обед и вечером. Она является безопасной, она накапливает углекислый газ в организме, что улучшает дыхание, клеточное дыхание в целом. Поэтому можете делать, даже можете идти на ходу по шагам и делать. Понятно? Вот поймайте себя когда-нибудь на состоянии раздражения или какого-нибудь разноса и сделайте эту практику, и посмотрите, как она сработает. Вы будете в шоке от того, что у вас просто через 10 минут все поменялось. До 10 минут хватит. Сосуды от этой практики расширяются. Поэтому подача крови во все капилляры усиливается. Вы изнутри расширяете, вы тренируете свою кровеносную систему. Вы, по сути, управляете химическими процессами в организме при помощи вот такой техники дыхания. Идем дальше, друзья. Про себя нельзя считать. Только, друзья, с метрономом нужен именно внешний источник отсчета. Про себя вы просто будете криво ее сделаете. И по пульсу тоже не надо считать. Пульс меняется. Нужно что-то внешнее, чтобы тикало. Сейчас мы переходим к нашей самой вкусной части. Это энергодыхание. То была подготовка, то был небольшой тест. И сейчас уже пошла серьезная тема. Энергодыхание. Дыхание, как работает. Дыхание, которое дает энергию. Я разработал интересный метод. Этот метод похож на многие разные другие. Его там постоянно сравнивают в Ютубе туда-сюда. Но я на него сам вышел. Просто вышел сам в силу разных обстоятельств. Было у меня время, когда мне было плохо. И дабы найти выход, мне ничего не помогало. Ни йога, ни медитации, ни психологи. Это вообще никто. Это внешние какие-то атрибуты жизни. Но если ты хочешь реально эволюционировать и сдвинуться, то тебе нужно идти внутрь себя. А не искать снаружи, что тебе кто-то что-то подскажет. Это не сработает. Вот меня так жизнь привела именно в дыхание. И дыхание, оно очень мощно обращает твое внимание внутрь настолько, что ты можешь забыть про все остальное. То есть, это конкретное погружение в интроверсию настолько тотально, что это поражает. И дает такую мощную силу для трансформации. Итак, энергодыхание. Изменение типа дыхания изменяет концентрацию кислорода в организме. Это факт. То есть, если вы отклоняетесь от автоматики, то у вас сразу же изменяется поступление кислорода в организм. То есть, вы сейчас дышали квадратичное дыхание. И что получилось? Вы вышли из параметров автоматического дыхания, взяли вручное управление и дышали строго по времени. И многие из вас заметили, что там не хватает кислорода, там жар бросило, там... То есть, вы сразу же начали менять, изменять концентрацию кислорода в организме. Вы его ограничиваете. Углекислый газ накапливается. Мозг понимает, что кислорода мало только по датчикам углекислого газа. Но тут же включается режим компенсации. И за короткий вдох, небольшой организм стремится взять больше кислорода и усвоить больше кислорода, который есть в организме. И создается эффект умеренной гипоксии. То есть, фишка в гипоксии. То есть, изменить как-то дыхание схематично таким образом, чтобы создать эффект именно умеренной гипоксии. Не супер гипоксии, когда тебя уже там душат, и тебе там уже все, ты задыхаешься. Это не та гипоксия, да? Но сам эффект умеренной гипоксии, он не сильно приятен. Это сразу понятно, что гипоксия – это вообще далеко не кайфовая штука. Но очень-очень полезная. Дальше. Организм начинает активацию режима компенсации. Он пытается компенсировать нехватку. И тот кислород, который был не задействован в крови, он сразу же идет в расход и сразу идет в клетки. Поэтому сосуды расширяются, чтобы увеличить подачу крови с кислорода, содержащей крови, капиллярам, ко всем клеткам. Потому что организм считал по датчикам, что кислорода мало, надо что-то делать. Дальше. Происходит резкая оптимизация энергозатрат на всех уровнях. Подсознание включает процессы экономии энергии. Например, я сейчас с вами общаюсь. И там, например, пью какой-то там чай, там черный. И прикиньте, что я случайно разливаю этот чай на свитер, и у меня тут черное пятно. Конечно же, ну, мне неприятно. Вы меня в первый раз видите, я тоже в первый раз на аудиторию. Меня пригласили как бонус гостя провести практику. И тут такой коллапс. Я разливаю чай. Конечно же, неприятно, да, например. Как-то так, неловко. И прикиньте, в этот момент мне начинают перекрывать кислород. Вот так. То есть, в этот момент мне начинают там душить. К примеру, да, допустим, такая вот история, страшилка. И вот представьте, через одну минуту я уже, мне уже станет настолько все равно на это пятно, на то, что на меня люди смотрят. Мне абсолютно будет по барабану на все. У меня первая задача какая будет? Напишите в чат. В этом случае. Какая задача будет, самое главное, стоять в этот момент? Именно из-за этого я не буду переживать насчет пятна, неловкости, еще чего-то. Мне будет абсолютно фиолетово. Когда гипоксия происходит в организме, подсознание, тело отключает все фоновые программы. То, что вас парит, беспокоит, заплатит, не заплатит. Или еще что-то там, да, или какой-то там, что там с нами будет, кризис. Вот в моменте, если вы создаете эффект умеренной гипоксии, вот в моменте, прямо сейчас, вам это вообще не важно будет. У вас будет просто, ваше подсознание будет обрубать энергозатратные процессы фоновые. Это стресс, беспокойство, тревожное состояние. Очень много людей тревожных. Они тревожатся потому-то, потому-то, потому-то. И они не в теле. И, прикиньте, они делают практику дыхания, когда она создает эффект гипоксии. И вот эти все тревожные состояния, как, знаете, как энергетические вампиры отваливаются из сознания. Они перестают хавать оперативную память. Когда вы открыли много папок на компьютере, он начинает зависать. И вот, когда перекрываешь кислород, режим, экстренный режим, он выключает все эти папки, потому что они мешают. Они забирают оперативную систему, забирают ресурсы процессора. Вот так работает дыхание. И это пограничное состояние со страхом смерти, потому что перекрывает дыхание, все, страх умереть, включается. И именно он начинает быть такой мощной главной силой. Поэтому мы используем именно вот эту силу движущую. Вот именно такие ресурсы организма, которые мы в обычной жизни можем не включать. Потому что мы живем в комфорте. Пульты, такси, доставка. То есть мы вообще живем в комфорте, в отличие от людей, которые жили 100 лет назад. У нас уже все, все по кайфу. Сейчас вон перекрыли границы, уже все, уже паника у всех. Дома сидеть никто не хочет. Люди привыкли летать на самолетах, привыкли там, билет купил в другую страну, улетел, прилетел. Туда улетел, полетел. То есть вообще полная свобода. Это, ну, будущее наступило. А тут вот в связи с коронавирусом такая ситуация. Уже все, уже куча, уже, ну, как бы, зона комфорта сильно сузилась. Поэтому здесь мы за счет снижения фоновых программ, процессов организм отключает по поводу того, что наступает гипоксия. Но мы это делаем. Это не меня кто-то душит, это я применяю технику дыхания осознанно и вхожу в это состояние. И получается, я вхожу в свое тело и вхожу в химические процессы. И у меня меняется температура тела, у меня меняется сердцебиение. Поэтому если мне говорят, спрашивают, можешь ли ты изменить чистоту своего сердцебиения? Я могу сказать, что да. Я могу изменить температуру своего тела, могу изменить чистоту своего сердца. Я могу изменить чистоту своего дыхательного цикла или дыхательных циклов. Поэтому, но могу также задать вопросы вам, сможете ли вы это сделать? И при помощи каких методов это будете делать? Могу ли я, например, изменить работу своей гормональной системы? Могу. Я могу воздействовать на нижние гормональные железы, могу на верхние. При помощи дыхания это делается вот так. То есть вы получаете доступ практически ко всем системам своего организма. И сегодня мы сделаем такую практику. Мы сегодня пройдем по всем железам. От копчика до макушки. Они также привязаны к чакрам. Наверное, мы и перейдем к ним уже. Да, вот говорить можно про это очень много. И вот самая вообще, самая просто мощь – это практика. Теперь прошу внимания на слайд, на презентацию. У нас есть чакры, это энергетические центра, начиная от копчика. Копчик – это первая чакра, Мулатхара. Это индуистская тема. Они также есть и в других направлениях. Чакр на самом деле больше, но я беру основные семь чакр. И теперь, смотрите, все чакры связаны с железами гормональной системы. Если мы воздействуем на какую-то чакру, например, на сердце, на анахату, то вы сопускаете тимус. Но если вы правильно это делаете, то есть если вы просто медитацию на сердечную чакру включили там где-то в Ютубе, знаете, там 432 Гц, и слушаете этот звук, вы не включаете гормональную систему. Вы просто тупо слушаете этот звук и думаете, что у вас работают чакры. Вот когда реально включаете, то это уже настолько мощно и ощутимо, что это делать можно через дыхание. Вот дыхание конкретно воздействует на все чакры, на любую вообще, даже можно на мизинец его нагреть. То есть через технику дыхания можете сделать, мизинец будет раскаленный, ну горячий. Подача кислорода крови сюда увеличится. А это можно делать еще с гормонами. Вот это самое интересное, потому что гормон управляет вашим сознанием, вашим настроением. Да, не с той ноги встал с утра, значит, ты на кортизоле. Гормон стресса. И на нем целый день ездишь. На всех орешь там, да, или там бесишь всех ходишь. Вот, у тебя просто кортизол. Там девушка тебя обняла, твоя любимая поцеловала, да. У тебя хоп, уже фук выброса, там, окситоцина. Или там еще какого-то там гормона радости. Все, кортизол подавили, гормон эмпатии пошел в кровь, ты успокоился. Все, то есть ты реально от гормонов зависишь. Вот как получить доступ к этой системе? Мы будем работать сегодня через дыхание. Это экологично. Если делать все правильно, это будет очень эффективно и безопасно. Через дыхание мы изменяем режимы головного мозга, потому что мозг изменяет режим в зависимости от того, что в организме происходит. Можно прям на конкретный гормон повлиять. Прям вообще. Но просто поймите, что прям на один гормон сложно, там все равно смесь входит в кровь. То есть там все равно совокупно система срабатывает. Прям конкретный гормон, это будет немножко не так. Хотя можно на какой-то прям воздействовать, на какую-то чакру, например, копчик надпочечники. Это адреналин. То есть будет страшно. Вот первая чакра – это выживание. Если мы проведем пирамиду Маслоу, есть такая же пирамида Маслоу в психологии. Вот она также очень хорошо отражает чакры. Первая чакра – это выживание. Вторая чакра – это размножение. Третья чакра – это доминанта. Четвертая чакра – это у нас душевное спокойствие, доброта, поддержка среди родных, близких. Пятая – это уже самовыражение творчества. Шестая чакра – это уже попытка узнать и познать. Седьмая чакра – это уже какая же моя миссия вообще на этой планете. В чем смысл жизни? И у нас получается, что мы можем избавиться, вот если вы знаете, как управлять вот этой системой, через чакры. Чакры – это энергетический факт, их никак не доказать. А вот гормональная система – это уже конкретный факт, и это можно прям почувствовать. Психофизическое воздействие тут налицо. Получается, что вы можете избавиться от любых вредных привычек вообще. Я в свое время курил по 2-3 пачки сигарет. В сутки мы там пили пивок. Это для нас нормально было. Все по молодости это было. В общем, привычки отлетают просто. Любые привычки. Я работаю с людьми очень сложными. То есть у меня есть индивидуальные занятия. Ну, прям реально такие случаи серьезные. Просто зависимость. Здесь получается замещение. Замещение эффектов происходит. Да, можно подышать. Панический страх. Все это отлетает легко. Вообще, ну, вот так, честно. Зайдете на YouTube-канал, на мой, посмотрите отзывы людей, которые прошли практики. Увидите там такие просто ситуации у людей. Я даже, не знаю, придумать невозможно. Они при помощи одной техники разрешаются. У них все. Достаточно изменить химию в теле. Все. Вы меняете химию в теле. Вы меняете состояние излучения. Своё излучение. Потому что каждый излучает что-то. Вы когда сидите в помещении, входит какой-то человек. И вы на него смотрите, а он страшный. Вы сразу от него ловите флюиды страха. Понимаете? И вам тоже страшно может стать. Или вы начнете агрессировать на него. Понимаете? То есть моментально это все считывается. Вот. Поэтому если вы управляете своей системой химией, то вы управляете не только собой, еще и окружающими людьми. Получается, что вы можете активировать такой ресурс организма, что будь здоров. Если вы посмотрите Вима Хоффа, он 26 мировых рекордов сделал. И он там дает дыхательный метод. Но у него метод такой, по лайту. Вот что мы сейчас будем дышать, это еще сильнее раза в три. Но все равно через дыхание он много чего говорит. Его там делали замеры и так далее. Я немножко в другую сторону ушел. Я больше в психику пошел, нежели чем в какие-то преодоления. То есть можно идти в преодолевающие какие-то вещи. Брать рекорд за рекордом. А можно идти в психику, в слои сознания и исследовать, как это влияет на психику и на общее состояние. Потом иммунитет повышается просто вообще. Все болеют, ты не болеешь, короче. Просто все чихают на тебя. Коронавирус, окей. А у тебя все прокатывает. Ну то есть, ну там может чуть-чуть попершить в горле, но потом все, чик отпустило. То есть иммунка срабатывает моментально, потому что всех элементов хватает в организме. Он постоянно держит хорошую кислородную емкость, баланс и pH. Также дыхание влияет на кислотно-щелочный баланс. Но важно знать, как работает энергодыхание. То есть если вы не знаете, как конкретно принцип его, то очень сложно это будет повторить. То есть нужно понимать инструментарий, как это работает. Вот соответственно то, чем я и занимаюсь. Идем дальше. Мы зайдем через биологию, через гормональную систему. У нас сейчас будет практика энергодыхания. Вот оно самое-самое сокровенное. У нас будет 7 фаз. 7 дыхательных, маленьких, небольших фаз дыхания. Между ними будут задержки дыхания на вдохе. И задержали. Задержки могут доходить от минуты до 3 минут. У всех причем. Это нормально. Потому что кислородная емкость будет расти. И конечно же будет это чувствоваться. Вы почувствуете, что вы просто дольше держите. 3 минуты. У нас был рекорд. Вот пришел первый человек. Вообще ни разу дыханием не занимался. Зашел в зал. Мы сделали практику. Он задержал на вдохе на 5 минут 54 секунды. Почти на 6 минут. Он с нуля вообще задержал дыхание. Он сам был в шоке. И как это возможно? Ну то есть кислородная емкость организма увеличилась. И человек смог столько задержать. Это мы просто для себя эксперименты ставили. И нам было интересно, насколько можно вообще, докуда можно дойти. Я на 7.43 задерживал. 7 минут 43 секунды. Это я ставил рекорд для себя. Но опять же нужна подготовка. То есть вы сразу с нуля очень-очень-очень тяжело зайти. Нужно просто понимать вот эти процессы. Как это происходит. И хорошенько раскачаться. Ну что? Итак, мы пройдем по чакрам. Мы пойдем снизу вверх. Снизу вверх. Обратите внимание. Первая чакра. Это копчик. Внимание в области копчика. Пока вы будете дышать. Я скажу, как дышать. Вы внимание держите только в копчике. Там, где хвост. Хвост, позвоночный столб заканчивается. Там у нас должен быть хвост. Вот в этой точке нужно держать внимание. Дышать мы будем всего лишь там по одной минуте. Одна минута вот такого дыхания. Минуту дышим. Сидя, сидя. Не надо лежать. Сидя делаем. Можете глаза не закрывать. Смотрите на монитор. Я буду вместе с вами делать. Делаем сидя. Минута проходит. Я говорю, стоп. Вдох и задержка. Вы вдыхаете, держите. Внимание можно скобчик убирать. И его можно переводить на вторую чакру. Это лобковая кость. Там, где лобок. Вторая чакра. Размножение. Сфатхистана. Сексуальная энергетика. Или половые железы. То есть, безопасность. Первая – это надпочечники. Вторая – это половые железы. Третья чакра – это у нас поджелудочная железа. Четвертая – тимус. Пятая – щитовидная железа. Шестая – это у нас межбровная зона. Это гипофиз. И седьмая – это второй отдел гипофиза. Там два отдела. Шестая и седьмая – это два отдела гипофиза. В самом центре нашего головного мозга. Получается, мы через дыхание активируем нашу чакровую систему. Через физику мы заходим. Потому что куча народа медитирует на чакры вообще ни о чем. То есть, они просто где-то в галлюцинации сидят, что у них чакры включаются. На самом деле, этого не происходит. Но через дыхание это реально происходит. Поэтому готовьтесь. Будет сейчас очень-очень интересно. Напишите плюсик в чат. Как только вы сядете удобно. Комфортно. И будете готовы погрузиться. Наладьте звук, чтобы у вас был нормальный звук. Я включу здесь на компьютере. Этого будет достаточно. И поведу вас голосом. У меня очень много материал в открытом доступе. Пожалуйста, берите. И лекции вообще навалом. То есть, я в этом плане открытый. В общем, друзья, сейчас вы испытаете невероятные ощущения. Будьте внимательны. И делайте все очень четко, не отклоняясь. Дышать мы будем под ритм голоса. Вот сейчас идет голос дышащего. Как вам слышно? Дышим ртом. Неглубоко. Напишите, как вам слышно. Пока пробуйте, примеряйтесь, пока мы не начали. Как слышно, мне нужно понимать, как звук. Вот так, как я. Дышим. Где-то в среднем. Можно поверхностно, можно где-то в среднем дыхании. Неглубоко. Не надо глубоко дышать. Звук норм. Огонь. Отличный. Слышно хорошо. Ну что, друзья. Правляемся. В наше сейчас необыкновенное время, когда треть планеты на карантине. Как раз таки... Да, так быстро. То есть, дыхание именно такое. Нам нужно развивать дыхательную систему. Потому что дыхание – это жизнь. Ну что, я начинаю. Время не так много. Поэтому поехали. Я всегда за практику. Только практика, только хардкор. Внимание на копчике. Поехали. Дышим. Да, ртом. Идем. Просто в этот ритм попадайте и все. Старайтесь попасть в этот ритм дыхания. Идем, идем. Внимание на копчике. Держим. Копчик. Держим. 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 Готовимся, сейчас будет задержка Стоп Вдох и задержка Вдох Держим Готовимся, сейчас будет вторая фаза Внимание, переводим на вторую чакру Лобок, лобковая кость Поехали Вторая чакра Вторая чакра, внимание там, дышим Идем, 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 дышим Готовимся, сейчас будет задержка Вдох Задержка, держим, расслабьтесь Держим на вдохе Плавно, внимание, переводим солнечное сплетение в третью чакру Плавно, переводим внимание, поднимаем энергию выше Держим задержку Релакс, расслабьтесь Начинаем дышать Третья чакра, поехали Третья чакра, солнечное сплетение Идем, идем, идем Третья чакра, солнечное сплетение Внимание там, дышим Идем, 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 идем Внимание там, дышим Идем, идем, идем Вдох и задержка. Вдох. Задержка. Держим. Держим, 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 держим. Держим, 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 держим. Готовимся. Сейчас будет четвертая чакра. Внимание, переводим на сердце. Поехали. Дышим сердцем. Дышим сердцем. Сердце, внимание в сердце. Почувствуйте, как включаются эти чакры, как включаются железы. Готовимся. Вдох и задержка. Вдох. Держим. Вдох и задержка. Вдох и задержка. Готовимся. Пятая чакра горла. Поехали. Горло дышим. Горло дышим. Идем, идем, идем. Готовимся. Вдох и задержка. Держим. Держим, держим, держим. 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 Готовим, сейчас переходим к шестой чакре, гипофиз, интуиция. Межбровная зона. Поехали. Дышим. Межбровная часть, зона. Дышим. Через эту точку дышим. 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 Готовим, сейчас будет задержка. Дышим. Стоп. Вдох. Задержка. Держим. Держим на вдохе. Дышим. Держим, держим, держим. Полные легкие. Дышим. Готовимся. Седьмая чакра. Седьмая чакра, макушка. Макушка, внимание, переводим сюда. Сейчас начинаем дышать через макушку. Поехали. Поехали. Дышим. Дышим, дышим, дышим через эту зону. Поехали. 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 идем 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 последняя фаза последний рывок дышим хорошо так прям качественно дышим макушка сейчас готовимся будет задержка стоп вдох вдох вдыхаем задержка держим расслабьтесь релакс отдыхайте расслабьтесь внимание по всему телу почувствуйте свои клетки спросите у каждой клеточки как и сейчас можно делать выдох медленно выдыхаем потом медленно дышите медленно вдох носом выдох ртом кайфуйте наслаждайтесь берите ресурсы вот возьмите все все что вам нужно из неограниченного пространства нет ограничений все есть все есть в данный момент глаза закрыты расслабьтесь где-то Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Сейчас делаем глубокий вдох и выдох. Медленно открываем глаза, приходим в себя. Напишите, как вам. Я заранее подготовил, так как я знаю все реакции, какие будут. Обычно бывает. Можете написать, как ваши ощущения. Что необычного было. Потому что сводила руки и что-то еще. Часть тела это нормально. Это сужение сосудов, потом расширение воды. Да и сухость во рту это нормально. Напишите, кто почувствовал чакры в теле. Друзья, про сухость во рту это понятно, что будет, потому что вы дышали ртом. То есть это не спецэффект. Понимаете? Понимаете, да? Теле вихри ощущаете. Да, да. Да, хорошо. Запустили энергию. Ну, здесь вы не потеряете сознание, на самом деле. Здесь нету столько... То есть здесь нет такого воздействия, на самом деле. Больше страхов просто. Поэтому тут, в принципе, невозможно потерять сознание. Но могло реально просто страшно быть. Да, внимание там просто можно держать. В принципе, оно все равно включается. Там, где ваше внимание во время продышки, там и будет происходить процесс. Зивота это от гипоксии спать, потому что вы расслабились. Да, конечно. Да. Обратите внимание. Обратите внимание. У кого-то какие-то чакры вы почувствовали, а какие-то нет. Как вы думаете, почему это происходит? Почему вы не все чакры можете прочувствовать? Хотя, если ее повторить второй раз повторно, то вы, возможно, еще какие-то чакры прочувствуете. Потому что, делая эту практику, вы делаете одновременно диагностику по точкам, какие работают, какие отзываются, какие нет. Сигнал шум, да. А при этом все, вы при этой диагностике также их активируете. Потому что повторно практика произойдет более качественно. А еще следующее, она еще более качественно произойдет. Вот, будто плита лежит на анахате, не могла выдыхать эмоции, горли першит. А это блоки. Вы сразу можете здесь заметить, что такое блоки. Блоки – это то, что вас конкретно блокирует, закрывает плита, не дает дышать. Страхи – это тоже блоки. Вот, сердечный, да, хорошо. Жарко, жарко, круто, спасибо. Жарко – это, конечно же, подача кислорода, расширение сосудов. Это все правильно. Все чакры почувствовали. Класс, в конце улет. Вот это хорошо. Когда все чакры прочувствовали, все точки, вы включили всю гормональную систему. В конце вот это ощущение полета – это такое глубокое расслабление, что вы уже тело не чувствуете. Вот этот полет – это как раз-таки вот эта невесомость – это очень хороший знак. Просто было расслабить тело. Да, конечно. Жаркость головы по всему телу. Отлично. Расширение сосудов. Эту практику, ну, она на самом деле слабовата для того, чтобы ее прям, чтобы могли прокачаться. Ну, можно ее лучше делать раз в три дня. Потому что она, понимаете, она вызывает еще адаптацию. Вы, если ее сделаете, например, через час повторите, примерно, да, то она у вас уже не даст таких эффектов. А тело адаптируется, психика адаптируется. И вот чтобы вот этот момент адаптации аннулировать, нужно два-три дня пауза. Понимаете, вот это важно. То есть, вот постоянно ее делать, постоянно. У вас тело адаптируется, уже эффект не будет включаться. Надо аннулировать адаптивный период, эффект. И это где-то один раз в три-четыре дня делать. Тогда вы будете постоянно ее эффект и ресурс использовать. Носом можно было дышать, но через рот просто это, как сказать, через рот лучше привыкать дышать. Такие техники. Ладошки горят. Сидя. Можно и лежа делать, но сейчас сидя, потому что у многих людей, ну, могла закружиться голова там, или было желание просто заснуть. То есть, можно было просто вырубиться, спать и все. И ты просто реально засыпаешь. Она очень хорошо расслабляет поток энергии в каждой чакре. Да. Почувствуйте эффект дыхания. На всех уровнях идет процесс. На всех абсолютно. Это не просто вы ментально там что-то там подумали, и типа оно там произошло. Очень много людей, они находятся в галлюцинациях. То есть, человек просто реально в глюке живет, в какой-то своей галлюцинации, в своем мире. И он думает, что он на что-то влияет. На самом деле, вообще нет. То есть, здесь выход из галлюцинации через тело. То есть, если ваше тело отзывается на какие-то состояния, на какие-то фиксации внимания в теле, в точках, то, ну, вы реально и внешне можете управлять. То есть, если вы можете менять температуру тела, то вы можете уже получить доступ к другим системам организма. Все чакры заболел живут с освобождением. Кстати, все, что связано с болями, это спазмы, это может быть просто банальное перенапряжение в теле, потому что тело накапливает психосоматические напряжения. Также есть эмоции в теле. Есть склад эмоций, телесная память, физическая, эмоциональная. То здесь дыхание тоже вскрывает. Мурашки на дыхании, это серотонин, допамин выделяется. Да, вообще не важно. Я и дышу, и через нос, и через рот. То есть, если вы уже достаточно профессионально этим занимаетесь, вы отстраиваете дыхательную систему вообще по-любому. Какая разница? То есть, вы можете через нос, можете через рот дышать. У меня есть практика другого типа, потом погуглите в ютубе, найдете. То есть, там много комбинаций, смотря для чего вы это делаете. Йоги, они все через нос дышат. А я же говорю, частота раз в три дня. Как часто практиковать, раз в три дня. Для того, чтобы убрать адаптивный вот этот эффект. Эффект адаптации, его нужно убрать. Как только вы адаптировали организм к этой практике, все, у вас эффект падает. Вот такая вот тема. Поэтому, друзья, у меня на сегодня все. Я четко уложился. Надеюсь, вам понравилось. Последний слайд. Это активация ресурсного состояния. Да, то, что я уже говорил. Восстановление после серьезных нагрузок. Кстати, вот это расслабляющий эффект после любой нагрузки вообще очень хорошо. Навряд ли вы уже в прежнем состоянии находитесь. Оно сейчас уже хорошо, ощутимо изменилось. Также здесь можно освободиться от комплексов ограничений. Можно дышать на деньги. Можно дышать на отношения, на что угодно. То есть, все у нас в голове находится. Подъем энергетики. Это за счет увеличения кислородной емкости. Потому что кислород – это энергия. Ну и расширение сознания. Это то, что вы почувствовали в конце. Это прям факт. Вот это вот прям реально можно почувствовать. То есть, это реально не галлюцинация, когда ты просто физически чувствуешь расширение. Вот это самое интересное. Мне больше всего нравятся в дыхании вот такие вот эффекты. Эту практику вообще не важно, в какой день, в какой утром, вечером делать. Друзья. Роман Карловский. Google в помощь. Я не буду ничего рекламировать. Нет желания это делать. У меня много в открытом доступе. Мы очень хорошо дружим с Арканумом. Я и там провожу свои занятия. И в Квантуме тоже, возможно, буду еще несколько занятий проводить. У меня большой арсенал, достаточно обширный. Поэтому начнем пока с этого. Посмотрите, что происходит с планетой. И обратите внимание, в какую точку по человечеству ударил коронавирус. Это легкие. Обратите внимание. Леса недавно горели. В Австралии. На нашей территории леса горели. Везде. Это легкие планеты. Просто я вот как бы ни на что не намекаю. Просто как бы это замечаю. Это легкие наши. Поражение легких людей. Леса горят. Легкие правопланеты. Горели. Понимаете, о чем-то это говорит. Поэтому дыхание это сила. Это то, что нас спасет. Это то, через что мы можем прийти к новым осознаниям и эволюционировать. Спасем дыхание, сохраним, усилим его. И, соответственно, мы сохраним себе жизнь. У меня все. На этой прекрасной ноте мы закончим.